Здравствуйте! Сигареты и алкоголь хотят запретить продавать на кассах в магазинах. Такой законопроект рассматривает Госдума. Суть предложения – размещать полки с табачной алкогольной продукцией в магазинах площадью свыше 50 квадратных метров на расстоянии не ближе 5 метров от кассовых аппаратов. По мнению авторов, инициативы, боксы с табаком и выкладка алкоголя у кассы – это скрытая реклама этой продукции. Кроме того, вся очередь должна ждать, когда покупатель выберет себе пачку. А вынесение продукции в отдельную зону позволит развести потоки курящих и не курящих и сократит очереди. В России запретили продажу презервативов «Дюрекс». Росздравнадзор распорядился приостановить продажу британского средства контрацепции в российских аптеках. Всего под запрет попали 11 видов этой продукции. Официальная причина – ведомство выявило на рынке незарегистрированные медицинские изделия этой марки. Все они не прошли госрегистрацию, следовательно, не имеют сертификатов. Компания-производитель «Дюрекс» сегодня сообщила, что ограничения носят чисто административный характер и пообещала урегулировать ситуацию как можно скорее. Зато в интернете можно будет легально купить алкоголь, лекарства и продукты питания. Минэкономразвитие готовит поправки, которые снимут запрет на торговлю этими товарами онлайн. Как пишут из «Вести», разрешат как торговать на территории России, так и отправлять посылки за границу. Напомню, сейчас в стране запрещена дистанционная торговля алкоголем, лекарствами, продовольственными товарами, изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, оружием, фонограммами, программами для ЭВМ. Возможность частичного снятия запрета обсуждалась еще в прошлом году, но тогда идея не нашла поддержки у ряда ведомств. Противников пугают неконтролируемые потоки и вероятный рост фальсификата. Добавлю, некоторые ритейлеры продают продукты питания онлайн и сейчас. Они считают, в законе запрещена не дистанционная, а разностная торговля. В Перми появится еще один онлайн-сервис по вызову такси. В этом году в город зайдет Uber. Международная технологическая компания разрабатывает мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги в 68 странах. Как сообщает коммерсант Приками со ссылкой на генерального менеджера по региональному развитию Uber в России, в 2016 году сервис заказа такси планирует начать работу в шести российских городах-миллионниках. Челябинске, Омске, Самаре, Волгограде, Воронеже и Перми. Замечу, в нашем городе уже работают аналогичные сервисы, например, Яндекс.Такси. Курсы валют на 18 июня. Доллар 65 рублей 43 копейки, евро 73 рубля 56 копеек. Спонсоры рубрики «Деловые новости» Пермский центр развития предпринимательства. Акция 12 12 24 на микрозайм МСП плюс от ПЦРП до 3 миллионов рублей до 12% годовых, 12 месяцев отсрочка платежа основного долга на срок до 24 месяцев. Телефон 211 05 20. На этом у меня все и удачи в делах.